Так, всем привет! Сегодня будет такая болталка в стиле, что я делала в этих каникулах летних и почему до сих пор не было никакой видяхи. Ну, дел было полно на самом деле. Я закончила наконец-таки свою учебу. У меня тут где-то диплом мой лежит. Вот он мой диплом, вот он, да, дипломчик у меня есть. Бумазка. Я человек с образованием, со вторым образованием, у меня это второе образование уже. Плюс ко всему я собираюсь делать фахохшульрайфе. Это такое длинное немецкое слово, состоятое из четырех корней. Фахохшульрайфе. И это все одно слово. Это значит, получается, это такая ступенька, которая позволяет вам учиться дальше. Допустим, я собираюсь потом учиться на бакалавре, получается, в ту степень, да, и вот для этого бакалавра нужно этот вот фахохшульрайфе. По-русски просто на просто высшее образование. Так-то у меня сейчас это профессиональное образование получается, но не высшее. Вот у меня два профессиональных образования получается. Значит, что еще это дело? Значит, я закончила эту учебу, я думала, что все, сейчас засяду, как этот компьютер, и буду там днями и ночами сидеть. И на самом деле я этого боялась, что я там буду днями и ночами сидеть за этим компьютером и не вылезать оттуда. Мне немножко этот самый заикает. Не то, что заикает, а говор у меня немножко плохой, потому что, видимо, давно уже не записывала в ритяжке. Пока я уже не записывала, честно говоря, не помню. Но пока были эти каникулы, я записала пару ритяжек для этих по переводам, хотя бы говоря, уроки по переводу. Я просто их еще до сих пор не обработала. И, ну, опять-таки, чтобы записать урок по переводу, нужно не только видео записать, нужно еще и на компьютер его перетащить, и обработать его там, и заставочку вставить, и музыку вставить, и потом только выложить на YouTube. Вот, это все тоже время занимает. И я все не хотела за компьютер садиться, потому что у меня помимо компьютера было еще куча дела по дому. Допустим, у меня, я уже говорила, что у меня там аллергия была жесткая, что у меня там все пятна покрывались, шея была в пятнах, руки были в пятнах, у меня все прошло. Ну, как прошло? Мы были с мамой моей, ходили к аллергологу, моя мама тоже какая-то такая фигня вылезла уже где-то год назад, и в конце концов мы решили пойти вместе, наконец, к этому аллергологу. И он нам что сказал? Он нам сказал, что... Ну, он там сделал анализы на этот самый... Мне сделал анализ, знаете, который на руку так вот капают эти самые такие каплики. Как неудобно тебе держать телефончик. Вот так вот нормально. Сойдет. Может, палку селфи достать. Где-то у меня она была. А, кстати говоря, я купила ее давным-давно, ни разу не пользовалась. Так вот, значит, после моего аллерголога сделал мне вот эти самые парочки вот этих вот тест на пыльцу плюс тест на кошку. Это мне ничего не показало, все хорошо, я прям очень рада, потому что у меня есть кошка, и я очень не хочу с ней прощаться. Вот, дальше он сделал еще кровь, они у нас взяли, эти врачи. И по крови они потом определили, что у нас... Ну, у меня, значит, аллергия на пыль подтвердилась, аллергия на шоколад, аллергия на какие-то еще травы, там еще пока что не рассказала конкретно. У моей мамы тоже как-то... тоже на пыль подтвердили аллергию, еще какие-то там вещества подтвердили. Вот, дальше мы 31-го числа, мама идет делать пластырь себе на спину, тоже это тест аллергозный такой. Мне этот пластырь будет делать попозже немножко, 3-го, по-моему, числа, да, 3-го сентября мне будут делать этого пластырь. Ну, там тоже дополнительно выявляют эти аллергены и так далее. Вот, и еще нам врач прописал этот самый такой крем, адвантант называется. Я его хоть и помню, я когда с ребенком маленьким была, ну, грудной ребенок у меня был, у него тоже полезла аллергия, ему тоже прописали, прописывали этот адвантант, чтобы вот этот вся, вся эта сыпь прошла. Это такое гормональное такое средство, его долго им пользоваться нежелательно, но чтобы помочь все там самое, убрать все эти приступы, ну, в смысле, символы, признаки аллергии, им можно пользоваться. У меня, в принципе, почти, что все прошло, у меня осталось на спине какая-то там маленькая такая буквально штучка, осталось вот, ну, это новенькие уже какие-то вот прыщечки, видите, видно, видно. В общем, новенькие какие-то такие повыскакивали, все старенько оно уже прошло. Ну, в общем, да, в общем, получше стало. Плюс ко всему я делала уборку, я делала уборку по всему, по всей квартире. Я делала уборку в комнате сына, я делала уборку в спальне, в зале, это самое, просто в каждый уголочек перепроверили, перерыли все, промыли, попылесосили, и уже пора, на самом деле, делать повторную уборку, но у меня, на самом деле, уже сил нету, но надо, потому что я сейчас, допустим, по стол залезла, там вот такие колтыши этих самых, шерсть кошки, плюс еще пылище там все в одном, в одном флаконе, как-то не очень хорошо. Все эти самые перемыли, перестирала все постельное белье, все это, даже чехол с матраса мы сняли, перестирали чехол с матраса. Стало легче, намного стало легче. У меня раньше даже глаза слезились как-то, у меня погляд, там, ну, вокруг глаза все было красное, это, ну, сопли, этот самый, еще этот, уголки рта тоже постоянно, это сам, болят из-за этого, не знаю, это, видимо, такие самые такие, чувствительные такие места на лице, потому что моя мама тоже там вот в этих местах, это поражение, так сказать, большое идет. И вот, когда вот, ну, простираешь все эти белье постельное, то намного лучше становится, ну, прям чувствуется, что лучше. На следующий день, допустим, соплей почти что и нету. А так обычно, ну, допустим, сейчас мы не стирала я уже на неделю всего лишь, да, то есть опять, и уже как бы чувствуется, что у меня уже по утрам начинаются сопли опять, эти ужасные, надоедают, которые надоедают постоянно. И, ну да, как только, ну, короче, сопли идут буквально там часик, да, то есть проснулась, пока вот завтракаю, у меня сопли текут, сморгалась постоянно. Потом завтрак заканчивается, еще где-то полчаса, и проходит это дело, потому что уже не накрываюсь, я лежу, не дышу этим прям в подушку, это самое, в пылищу, это все. Вот. Так что, да, я прям заморачиваюсь с этой уборкой, и это столько, на самом деле, времени отнимает, и просто не поставляете. Я просто, я не знаю, я, по-моему, целым месяц уборкой только занималась, потому что там у нас, помимо того, что куча пыли, и все надо перебрать, перемыть, я еще сделала такие, как бы, завалы, да, то есть я два года, пока училась, я нифига не убирала, там, допустим, ну, когда фигня, допустим, не знаю, куда положить, я положу какую-то коробочку, и в таких коробочек, куда мне вся кофейня попадает, да, которые я не знаю, куда положить, а выкинуть жалко, у меня таких, ну, штуки три коробки скопилось, плюс ко всему еще какие-то там вещички появились, там завал, тут завал, это надо перебрать, там все перебирать, допустим, сейчас у меня упорка, опять-таки, будет в спальне очередная, да, потому что, вот сейчас покажу, вот там меня мой, типа, как гардероб, и вот под ним, вот там вот, там куча тоже какой-то завал, там какая-то краска, потом одежда старая, которую нужно выставить на продажу, потом с той стороны вот этот вот какой-то там мешок с какой-то там настольной игрой старинной, там еще какие-то непонятные вещи, которые не знаю, куда деть, в общем, да, в общем, там какой-то завал какой-то происходит. Сверху на шкафу я там более-менее прибрала, внутри шкафа тоже так более-менее прибыла, потом дальше у меня тут этот самый компьютерный стол, у меня тут куча бумаг образовалась, вот, сейчас, секундочку, вот тут бумаги у меня, потом дальше с этой стороны, мне тут теперь тоже миллион этих бумаг, тоже сюда перебрать, надо прям торчит, не знаю что, надо, конечно, это дело перебирать, фигню всю эту. Потом дальше у меня есть такая тумбочка, где у меня целый ящик всяких проводов. Потом дальше второй ящик всякой фигни непонятной, тоже там компьютерный. Здесь тоже у меня, тоже надо повыкидывать какие-то вещи. Допустим, это у меня графическая карта, которая у меня давным-давно сломалась, она у меня не работает. Ой, не показывала, да? Вот. Вот графическая карта, которая не работает. Крутая карточка, кстати говоря, но всё, жизнь свою отдала. Вот. Это то, что в спальне нужно перебрать. Потом ещё тут у нас какая-то фигня. А, ещё, вот что. Вон ту тумбочку мы с мужем сами сделали. Вот. Тумбочка. То есть у нас там стояли такие коробки вот такого плана. То есть вот из этого комплекта такие же стояли вон там. То есть она как бы 4, такой кубик 4 ящика было. Потом дальше на пол ложилась такая плоская 2 ящика. И вот эта вот рядышком стояла. Вот так вот на полу лежала и кубик такой в углу. Мы это дело ещё не выкинули. Оно вон там стоит. Вот это, что от неё стоит. Частично убрали уже в кейтлер. Надо будет потом выкидывать это дело. Частично она стоит ещё там. Почему выкидываем? Потому что она начала прям гнить. Это ДСПшные доски. Мы пару раз на неё воду проливали. Ну, как бы мы и так её бушную взяли у кого-то там бесплатно. А потом пару раз на неё воду пролили, и она стала гнить. И, как бы, тоже для аллергика, типа меня, это нехорошо. Очень даже нехорошо. Когда там плесни ещё. Тем более, ещё это ДСПшная какая-то фигня, которая уже сто лет ей. Непонятно какое происхождение. Конечно, желательно всю мебель поменять на этот самый, на вот типа такого, да. Вот это у нас доски. Это, по-моему, сосна у нас. Вон та вот фигня. Это сосна. Мы купили в этом... Просто-напросто купили доски в строительственном магазине. Сколько там обошлось? 40 евро на вот это дело обошлось. И сделали с вами полочку такую. Очень хорошенькая, коричная полочка. О, кошка вышла из ванны. Видите её? Вон вышла. Я, видимо, запрела в ванне. Ну, ладно. Я не заметила, что она пошла. Дальше что? В зале. Там тоже у нас какая-то перестановка прошла очередная. Этот самый ковёр будем выкидывать. Он, опять-таки, вот тут вот лежит. Это вот на полу. Это вот вне. Это вот ковёр, если что. Его тоже нужно отнести в подвал, потом вызвать машину, которая выводит всякие многогабаритные мебель, и это дело у нас выкинется. А пока что она лежит тут, и до сих пор я от него чихаю. Ване тоже уже пора делать уборку очередную. В общем, только вроде как закончилась этой самой уборкой, да, допустим, последняя уборка была в зале. И это закончила я её на той неделе буквально. Вот. Теперь пошло по второму... Надо уже по второму кругу идти, и это, как видите, занимает очень много времени. И я боюсь сесть за компьютер, потому что, если я сяду за компьютер, я знаю, что я там буду сесть целый день, и я буду невылазно работать, и не замечу, как наступит ночь. А помимо этого, мне надо всё-таки и за здоровьем своим последить немножко, да, потому что вот эта вот аллергия, это, конечно же, кошмар полнейший. Вот. Дальше что? Дальше у меня разрослись мои растения. Я когда сюда переехала, в эту квартиру мы переехали, мы взяли, ну, я нашла в это самое, опять-таки, за 5 евро, по-моему, там стоило, это там 3 растения кто-то давал. То есть один был большой фикус, потом ещё было такое, как называется, денежное дерево, и один у нас это хлорофитум, хлорофитум, как называется. Я покажу. В общем, эти, где он тут видно? Вот, вот такое вот растение, ну, я думаю, вы понимаете, о чём я. Вот. Три растения всего, ну, за 5 евро нам получилось забрать. Теперь у меня это всё везде. У меня в спальне-то там ещё мало, там всё на балкончике, на подоконнике стоит, на балконе нету. В комнате ребёнка там куча какой-то фигни стоит. Кстати говоря, у ребёнка тут стоит какой-то боб растёт. Мы нашли какое-то бобовое зёрнышко, типа, ну, оно как сувенирное продавалось, там типа бобовое зёрнышко, написано на нём, то, что вот, типа, глюк, он же, типа, это счастье, да, то есть как бы волшебное бобовое зёрнышко продавалось, и если вы его вырастите, там, то типа желание ваше исполнится. Вот этот, вот этот фигня, это всё бобовое зёрнышко, да, оно всё растёт. Ни одного цветочка на нём нету, всё только листочки-листочки. Вот. Ой, тут, наверное, не видно, в фонтаржу, и всё. Всё, вот он растёт. Это мне отдала бабушка, кстати говоря. Мне подруга тут сказала, что это полезное растение, его нужно в комнате держать. Мы решили, раз он настолько такой полезный, то пускай в комнате ребёнка стоит. Фух. Дальше идём в другую комнату. Ваня стоит, на лестнице этой площадке стоит. Надо, потом... Нет, давайте, на лестнице этой площадке тоже покажу. Так, нифига не видно. Вот, вон там, значит, вот этот хлорофитум, это, который как раз где-то там купили мы, чтобы всё не захотится, конечно, где. Там ещё цветочки бабушка передала мне. Здесь у меня стоят эти самые декабристые, тоже от бабушки достались бесплатно. Дальше что? Это я сейчас расскажу, к чему я это веду. Дальше тут у нас, опять же, перестановка. Окно полностью завалено этим денежным деревом. Вот это самое большое денежное дерево, которое нам дали. Оно было... Очень убого выглядело. Не к нему добраться бы. Оно выглядело очень убого. А теперь оно, о, какое красное, красивое прям, да? Ох, я за ним поухаживала. Плюс ко всему, у него куча ещё этих... Денечёнышей пошло. Там, сям. И это самое. Всё это выращивается. Тут у меня какая-то фигня ещё. Градка небольшая. Тут эти хлорофитомы, тоже детёныш от того, который в... Короче, родитель, как сказать, родитель стоит на лестнице, а все остальные хлорофитомы, это как бы, это его, ну, отростки. Вот. И здесь у меня, значит, вон там ещё у меня плантация. Вон там всё. Это денежное дерево. И фикус. Большой фикус, это который мы за котей его взяли, он тоже выглядел довольно-таки убого. Сейчас он очень сильно разросся, это самое, очень такой пышный стал. Ну, по крайней мере, в отличие от того, что было до этого. Он не очень пышный, но он как бы старается становиться пышным. Вон там у меня всё, за ним, это всё тоже мелкие фикусы. Тут я купила ещё ежевику и какую-то японскую малину. Там у меня фикусы, тут у меня фикусы. Тут я купила себе мяту, буду выращивать. Короче, у меня в этих растениях всё больше и больше становится. И это, на самом деле, тоже очень много времени занимает. Допустим, здесь у меня уже этот самый такой баночка, где у нас фикусы новенькие, у них уже корни проросли. Их тоже просажать. Ещё 7 горшков мне нужно будет поставить. Честно говоря, я без понятия, куда я буду их ставить. У меня, конечно, есть ещё немножко места, но вот так вот. Вообще, да, вот это вот вовлечение моё такое хобби из трёх цветочков получилась такая вот рассада большая. Декабристы я не рассаживаю, потому что я плохо за неё ухаживаю, не умею толком. А мне там, конечно, пауз, что-то отвалилось от него, я их посадила в крошочек, что-то там прорастает, но как-то такси, слегка. Я за ними не особо-то пока что слежу. Ещё там бабушка, которая давала этот самый, какие-то там, как они называются, петунии, пегонии, герогины, я не помню, как они называются. В общем, эти тоже особо за ними не слежу. Что-то у меня там даже стухло. А, этот сам, алоэ вера она мне тоже дала, она у меня прям стухла, я не знала, что с ней делать. Я думала, что ей сухо, начала больше воды наливать. Потом я вижу, что она уже как в болоте остановилась. Я перестала поливать, но уже было поздно, она просто прям сгнила там на месте. Да. Вот. А вот с этим тремя, хлорофитом, фикус и, господи, денежное дерево, это я знаю, как ухаживать, это сам уже прям профессионал в этом деле и, да, ухаживаю, в общем. И это тоже много довольно-таки время занимает, и чем, допустим, в прошлом году такого, так много времени я на это не тратила. А в этом году прям нехиленько так пришлось поработать. Плюс ко всему, я сейчас завела еще этот самый инстаграм-канал, чтобы эти дела подавать, потому что я пыталась подать это дело на, это, типа как Авито, такие, ну, маленькие объявления. И за два года этих, не, за один год у меня купили только один фикус большой, довольно-таки уже, и один, один, а, еще один декабрист у меня был, большой декабрист, который от бабушки достался, он прям цвел хорошо, и очень я рада, что его забрали, потому что у меня бы он так, ну, у меня перестал бы цвести. Вот. И поэтому я решила, что этот самый раз там так мало получается там продавать, то надо сделать какой-то там свой инстаграм-канал, и там уже какие-то фотки уставлять этих своих растений, и потихоньку-потихоньку их подавать. Если вам интересно, то можете подписываться, это у нас получается линник-д, потом нижнее подчеркивание, плэнс, п-л-а-н-т-с, плэнс, линник-плэнс, линник-д плэнс, линник-ди-плэнс, нижнее подчеркивание. Вот. Это вот второй мое занятие, которое было. Дальше были какие у меня занятия? Дальше у меня были занятия с бумажками, то есть всякая биоретическая волокита, да, то есть почему так мне много всяких ящиков для бумаги, потому что занимаюсь я этим, причём не только для себя, ещё для мужа, для ребёнка, для мамы, для тёти, для бабушки, для дяди. У меня тут незавненно дядя приехал из Казахстана. Ему надо было пенсию оформлять. И, господи, там столько всякой волокиты, всякой было непонятной, жёсткой, неприятной. И в итоге, в конце концов, ему отказали, потому что у него мало месяцев, которые он выплачивал пенсионный, ну вот эту страховую часть для пенсионного фонда этого немецкого. И, да, то есть получается, я там так много, мы потратили времени для этих всех все эти формуляры, заполняли, заполняли, отправляли, отправляли, там, дошли титул, дошли титул, дошли титул. Напрасно, потому что всё равно я ничего не выплачиваю теперь ему, потому что недостаточный срок стажа. Вот. Теперь ему надо будет социальные деньги получать, и, вааа, ещё с этим тоже надо будет разобраться. Далее, это самое, далее мы, допустим, получаем тоже до сих пор социальные деньги, и от нас требуют отчёт от джоб-центра. То есть у меня, допустим, муж, он закончил учёбу, сейчас он, как он приехал в Германию, он всё, языковые курсы ходил. Я как бы уже давно тут в Германии жила, я немецкий уже знаю, мне эти языковые курсы не нужны. А ему, он вообще немецкий по нулям был, и ему надо было шпрах курсы. Языковые курсы. 1, А1, А2, Б1, Б2, А1, как его это самое, прошёл курс, экзамен не сдал. Второй курс Б2 прошёл, экзамен, этот самый, устный сдал, письменный не сдал. И вот это, и вот это было как раз последнее, что он сделал перед коронакризисом. То есть в конце февраля он сдал экзамен, ну, написал экзамен на Б2 второй раз, и потом выяснил, что он его не до конца прошёл, там буквально несколько пунктов ему не хватило, чтобы пройти. И пошёл коронакризис, и никаких новых курсов не дают, работу тоже найти не получается, потому что коронакризис, всё закрыто. И, в общем, да, он сидел дома, ничего не делал, и в конце концов у него режим тоже сбился, ночной он стал, ночью бодрствовал, днём спал, да, и получалось так, что у меня рабочее место теперь тут в спальне, да, то есть я всё, вот тут открывает, валяется, ну, это спальня у нас, это моё рабочее место сзади. И получалось так, что я не могла сесть за свой компьютер, потому что муж тут спит, и, ну, я не хотелось его как бы тревожить, да, а за его компьютером, который там, там моих файликов нету. Я, конечно, там, сделала вот эту коробочку, да, которая перетаскивает меня, вот этот, там у меня флешки мои, работа там, этот по рекламке, которая там же себя ввозкнута. Но, опять-таки, всё равно часть вещей, они вот тут вот, особенно вещи, которые касаются Ютуба, то есть все видяшки я записываю на этот компьютер, и все они вот тут находятся, и программка, которая видео обрабатывает, она тоже тут, а не на топ-компе. Она платная, поэтому переносить на другой компьютер вряд ли получится. Хотя у меня есть старая версия, по-моему, там я даже установила тоже старую версию уже там, ну, в общем, да. Пока там вот этот самый, настроишься с этим, с рабочим местом, тоже как-то, пока я настроюсь с рабочим местом, тоже довольно-таки большое время прошло. Потом у меня этот компьютер, у меня ещё это как-то не работало, у меня там кулер был поломан, я купила новый кулер. Видно он там, что-то красненькое, видно? Что-то красненькое, да? Вот, красненькое. Это мой новый кулер, мотается, крутится. Вот. Потом, значит, включая компьютер, у меня не работают колонки. То есть, я надела все колонки, я, может, я не помню, показывала я или нет. По-моему, я записывала, какую-то яшку такую, я не знаю, правда, выставила я или нет. Кручь, вот эта коробочка у меня, это вот моя, вот эта колонка, вон там вторая колонка, и вот эта коробочка, она как бы самодельная. На eBay я купила эту самую платку, вот эту небольшую, она там стоила буквально евро в четыре, я не знаю, так не понял точно. Ну, крючь, халява полнейшая. Провода у меня были, там нужно USB-провод, нужен jack-jack-провод, и все, да, USB и jack-jack, и это нужно все это дело подключить правильно в эту самую, в эту микросхемку, и у вас будут рабочие колонки. И, видимо, пока я перетаскивала компьютер туда-сюда, видимо, там что-то дернулось за какой-то проводочек, и, в общем, колонки не работали. То есть, пока я села, взялась, в конце концов, сделала колонки, включила звук, это самое, кучу времени тоже прошло, то есть, нужно было найти время, чтобы заняться этим делом, вот. Потом, в конце концов, вот сделала звук, звук работает, музыку можно слушать, прекрасно, пытаюсь описать видяшку, а, оказывается, там видеокамера не работает, вот эта штукенция, видеокамера, она у меня не работала почему-то. Это у нас фирма TEDGEM, TEDGEM, не советую такую покупать, я ее покупала к Новому году, я видео, кстати, показывала, где я там новое оборудование, да, там новый рабочий стол себе делала, то есть, у меня сзади была ширмочка, я поставила себе, купила эту камеру, там показал, как я ее там устанавливаю, и вот сколько у нас, сейчас почти что сентябрь, да, и у нас уже довольно-таки глющная, бывает такое, что она просто-напросто не работает, причем причины, почему она не работает, я не понимаю, то есть, иногда работает, но нет, допустим, сегодня я пыталась записать видео на нее, она работала, а это самое, но не с первого раза, я ее сначала включила, она не работала, потом я ее снова включаю, ее снова не работает, потом я ее вытащила, воткнула в этот USB, вроде как пошло, заработала, ну, отлично. В общем, бывает такое, что я втыкаю втыкаю этот юсби и она все она не работает ну короче какая-то фигня с ним происходит и ну короче да не советую такую фирму т.м. т.е. 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 не советую вот забыла шучка а да потом значит и дальше надо было разобраться с нашим джоб-центр который у нас постоянно от нас отчета какие-то требовал потому что значит муж уже коронакризис потихоньку проходит но это уже возобновляются различные языковые курсы плюс еще на работу тоже можно потихоньку устраиваться либо бычей какую-то искать в общем джоб-центр нас дрюкало то что мол давайте уже шевелитесь а что мы сделали сейчас для мужа муж нашел джоб-центр сказал что мол вас вас я обходила этот самый нар как называется гешпрегеш по-русски будет разговор консультация в общем консультации по джоб-центром была у меня причем там мне попалась женщина русскоговорящая она с украины и она это сама говорит что вот ваш муж уже два раза проходил курсы b2 так что в принципе ему третий раз проходить уже как-то смысла не имеет но типа мы джоб-центр и можем вам финансово помочь дать ему этот самый индивидуальный коучинг то есть как бы он один-на-один с учителем и учитель ему подгонять как раз таки те те темы где у него какие ну как бы послабление какие то есть и мы это взяли это предложение нашли значит эти курсы нашли фирму которые курсы предлагает общем джоб-центр это будет оплачивать как обычно все прекрасно можно начались курсы буквально во вторник во вторник он поехал туда съездил один раз лично встретился с учителем а с этого а со среды у него то есть два раза неделю теперь это сама будет онлайн уроки то есть понедельник всегда у него будет онлайн уроки вот вчера допустим один уже был свой вроде как нормально все пошло далее что далее далее учеба не курсы да а именно не языковые курсы а именно учеба профессиональная на профессию муж хочет пойти не на работу сразу куда-нибудь там какой-то магазин да а именно вот какую-то отца профессионально этот обучение сделать и тоже там то одно думали то другое думали в конце концов решили что у нас из семьи художников он заканчивал художественную школу он закажет заканчивал художественно реставрационной лицеи в питере прессует он хорошо игры любит а здесь у нас есть профессия как художник по играм то есть принципе то есть как бы ему не хватает только то что он компьютером плохо плохо так средненько он знает компьютер то есть программки типа там в того же photoshop и illustrator или еще какие-то программки там они мы допустим которые эти мультики можно делать а вот эти программки ему как бы еще как бы не знакомы и и вот есть такая профессия которая где обучают раз таки вот с этим всем программам как бы стандартным да и там можно ему будет находить профессию допустим художник для игры художника фильмов и вообще какой-нибудь там иллюстратор художник в общем дигитальный иллюстратор художник вот такое значит в гонофере в нашем городе мы нашли одно предложение очень интересное значит съездили туда это сам поговорили там куда день к этой двери еще был тоже все с масками другие дезинфицируйте не больше двух персон в приходите в общем да смешно было это самое и в общем все это нам понравилось и job c сама прикольно прикольно что эта штука община как бы платная да то есть как бы это обучение такое-то высшее обучение опять-таки плюс профессия надо она такая не еще не сильно так и что сильно востребованная она такая как бы творческая профессия до а творческие профессии в германии они все платное обучение то есть тут есть такие профессии допустим это самый фермер или продавец и это все как бы тебе это даже бывает платить деньги главное что ты выучился чтобы этот ты был таким работником которые которые нужны эти работники а вот такая профессия художественная такая креативная они все и дизайнер в том числе как я допустим дизайнер я дизайнер и дизайнер дизайнер стал это сам так вот все эти такой творческие профессии они все обучаются платно то есть мы должны платить деньги за это обучение потому что это как бы не совсем такая востребованная для страны профессия конечно там есть много этих фирм которые которые нуждаются в этих самых креативных людей на допустим маркетинге в рекламе там везде сейчас такие люди нужны но это не такая востребованная она не не напрямую зависит от продукции то есть мы продуцируем только рекламу по большей части да так сказать развлекательная какой-то сфер развлекательная сфера плюс реклама то есть мы когда продукты как таковые допустим морковку не выращиваем и стулья не делаем поэтому наша профессия она не оплачивается государством вот значит и это дело стоит у него там него как-то блоками идет это самое полгода два блока нужно можно сделать либо один блок в полугодии либо тальцайт фольцайт как-то по-русски будет либо полный рабочий учебный день либо половинчатый рабочий день на если половинчатый то получается у вас один блок в полугодии а если полный то два блока в полугодии каждый блок стоит там три со чем-то евро в месяц вот и и допустим и получается так что вот это обучение у них буквально недавно они получили серфикат который позволяет им получать позволяет нам текстом социальности позволяет нам получать поддержку job-центра то есть job-центр будет оплачивать данную учебу прикиньте даже так пошло вот и да и при этом ему надо было делать именно именно вот этот полный работе то есть два блока в месяц мы как бы еще думали что лучше один блок месяц потому что он еще там с языком так себе чтобы у него было время чего как бы подтянуть допустим еще этого не понял что там какой-то какой-то предмет чтобы потянуть его немножко но там было такое условие что если выберете если мы хотим финансирование job-центра то нужно именно полный рабочий полный учебный день брать и два блока в этот полугодие учить ну посмотрим как получится начнем начинается это дело с октября и и job-центр вроде как одобрает реально все это дело пока что мы еще подтверждение письма на не получили но вроде как это сама она ему звонила эта тетечка мужу и говорят что ничего подписываем договор там это делаем этот самый как называется гуршайн это у нас господи купон короче какой-то они это купона называют типа мы даем вам купон на обучение чем они подписывают этот купончик и вроде как все пошло поехало вот осталось дождаться официально письма что все нормально все прекрасно это что нас что-то мужа то есть мужем вы хотите как-то вроде как трудоустроили так ну не то что трудоустроили а вот ну круче чем-то заняты то есть него язык плюс еще и такие курсы будут вот дальше что далее со мной я закончила значит учебу мне еще полгода нужно делать практики для моей высшей ступеньки в этой фахов шуль райфы для высшего образования и здесь тоже мне либо нужно практику делать какую-то либо уже на работу устраиваться то есть там не важно какой этот именно опыт рабочий ну короче какой-то рабочий опыт нужно либо практика либо работа и тут тоже я на самом деле со всеми этими уборками деревьями и прочей фигней своей да это самое я все тянуло тянуло я думаю что сентября пойду но я думаю все таки с октября пойду все таки но буду по крайней мере искать места но но при этом при этом мне нужно как минимум четыре резюме в месяц отправлять на эти самые различные фирмы сейчас у нас допустим 20 какое 27 число я еще ни одного за август не послала ну надо будет что-то послать в конце концов как-то надо отчитываться перед джоп-центром в общем да и плюс ко всему еще мне джоп-центр дал такой как бы это такие этот купончик они все то купончики любят раздавать этот купончик вот он тут лежит это у нас который позволяет мне пройти какой-то коучинг по резюме ну там обычно там я уже знаю как резюме писать у меня там уже подготовлена какая-то фигня я уже сто раз это делала и в школе своей я делала ну когда в обычной школе училась и когда первое делала мы проходили этот резюме все проходили и когда второй успех делала тоже резюме проходили я уже вот так вот эти резюме резюме там нужно и красивые этот самый обложку сделать и красиво все оформили тем более у меня есть креативная такая профессия это нужно выпендриваться как-то нехило допустим если просто пойти какую-то на в банк работать то там нужно как бы строго четко чтобы все ясненько по полочкам возложено было все красиво красиво а именно все четко без лишних без лишних фигни короче без лишнего антураж антуража а если креативная работа какая-то дизайнер какой-нибудь да то там нужно выпендриваться там нужно показать что ты что-то умеешь что ты из простого кулачка бумаги можешь сделать какое-то произведение искусства какой-то да вот это как бы тоже саму к сам кто как саму выглядит твой опыт в свое резюме это уже как будто считается то как ты что как-то умеешь работать в наших профессий нашей деятельности вот это им не дали этот самый коучинг для резюме и я туда пойду потому что немецкий мне не очень хорошо у меня немецкий ну так хорошо и разговорами словам запас хороший но нехорошая грамматика то есть грамматика у меня немножко по храму и я пойду туда чисто для того чтобы меня течка проверила на ошибки моего письма а письмо то надо писать такое ой каждую фирму индивидуальное письмо написать что я такая это такая супер-пупер помогу вам сделаю все что хотите ибо именно вы в это самое нужны мне а я нужна вам вы такая прекрасная фирма облизать их со всех сторон себя со всех сторон преподнести как как прекрасного человека когда вот такое письмо нужно писать и каждую фирму индивидуально, потому что именно конкретно одну фирму надо написать, почему ты конкретно в неё хочешь, а почему конкретно они нуждаются в тебе. Что-то там духе. Чем красивее напишешь, тем больше шансов, что тебя возьмут на работу и так далее. Мне это на самом деле просто раздражает. В России легко приходишь на работу, какую-то анкетку заполнил, поболтал с этим самым работодателем и по разговору уже понятно, берут они тебя или не берут. А тут прежде, чем разговор вообще был какой-то, нужно писанину эту делать непонятную. Вот. Фух. В общем, сейчас я вот этим и занимаюсь. В понедельник я пойду на этот коучинг for resume. Надо будет подготовить для этого все документы свои. Мне почти все готово. Осталось кое-что обновить, допустим, аттестат новый туда впихнуть, да, который только что-то получила. Вот. Что там еще? Что-то там исправить. Ну, короче, парочку изменений сделать, небольшие, как бы, и уже готово, в принципе. И можно отправить в resume, учиться. Не учиться, а работать уже практику, либо работу. И вообще я хочу, хотя бы минимум три месяца, по практику сделать в Гамбурге. Фирме, которая выпускает у нас различные книжки. И в том числе мангу. То есть они немецкую мангу выпускают. И мне просто-напросто интересно, как они договариваются с японцами, какие у них при этом договоры они заключают, сколько это вообще-то это дело стоит. В общем, мне это очень интересно. Я как бы тоже планирую в дальнейшем чем-то подобно заниматься. Ну, в общем, да. Ну, и самое. Еще, конечно, у меня там про индивидуальный предприниматель тоже там тематика еще есть. Ну, это, думаю, уже хватит на это на сегодня. Это уже как бы больше планы в будущее. А у нас сегодня тематика такая была, что что я делала за эти летние каникулы, чем я занималась, почему никакой видяшки по Ютубу не выписывала. Значит, ну, давайте заканчиваем. Уже больше полчаса болтаем. На этом все. Значит, помимо этой видяшки, я еще сегодня выложу видяшку-урок, потому что уже давно не выпускала. И у меня наконец-таки появилось рабочее место. Наконец-таки этот самый муж перестал тут днем спать. У него появилось занятие. Плюс ко всему еще ребенок в школу пошел. Сегодня мы все вместе встали в 7.20 утра. Это был кошмар, на самом деле. Я так не люблю вставать рано в эту школу. Я всю школьную жизнь прожила и мечтала о том, что я вырасту, я стану взрослой, и больше мне не придется просыпаться так рано в школу. Я теперь стала взрослой, и я все равно встаю рано-рано, потому что у меня есть ребенок, и его надо было там сначала садик отводить. Теперь ему надо в школу это самое. Ну, сейчас, слава богу, он уже сам ходит в школу. Но единственное, что нужно все равно проснуться, хотя бы там завтрак ему приготовить, посмотреть, последить за тем, чтобы он вовремя вышел из дома, сказать ему удачи, приятного дня, и помахать ручкой. Вот, все равно приходит вставать рано-рано. Вот, в общем, да, вроде как у нас налаживается, и режим налаживается, и рабочий процесс снова налаживается, и я думаю, что это еще чуть-чуть, и все будет прекрасно. Все у нас пойдет снова нормально. А эти летом, конечно, да, у меня там столько всего разгребало. Еще осталось, как еще куча всего разгребать, но на самом деле я работу нехилую проделала, вот именно по домашним делам. И именно поэтому я не садилась за компьютер, потому что если бы я села за компьютер, то я все там, я с головой ухожу в работу, я этот трудоголик, я бы там вообще даже не замечала бы, что это самое, что в туалет надо сходить, то что надо сам похавать что-нибудь. Для меня это все, в внешний мир не существует, когда начнем работать. Ладно, всем спасибо за внимание. Сейчас, минут через пять, еще бы закрутится видяшка с видеоуроком на сегодня по тайпу. И всем счастливо, всем до скорой встречи. Тык.